Сотни мобилизованных, отказавшись воевать в Украине, насильно их отправляют на фронт, об этом пишет издание «Вёрстка». Говорят, что сажают самолёты отказников под дулами автоматов и отправляют на войну, не обращая внимания на ранения, подписки о невыезде и назначенные судебные заседания по делам о побеге с фронта. Это сознательно отказавшихся воевать на территории Украины, удерживают на территории воинских частей, а потом без их согласия отправляют на фронт. Массово такие высылки начались в мае, и вот, как сказал следователь, это не мы придумали, это приказ из Москвы. Такие приказы как раз для того, чтобы и избежать как раз объявления мобилизации, ну и почему приказ из Москвы, он получается сильнее, чем эти сотни мужчин с автоматами? Ну, слушайте, сейчас убегают с фронта на самом деле, ну, два вида людей, собственно, мобилизованные и контрактники. В любом случае даже зэки, это, в общем, добровольцы-контрактники. Если ты подписал контракт, там стоит твоя подпись. Голубчик, исполняй, куда ты бегаешь-то? А как, кто тебе разрешил его прервать в одностороннем порядке? Там написано, что нельзя прервать в одностороннем порядке. А если ты мобилизованный, никто не объявлял о демобилизации, тогда даже никаких приказов специально не надо. То есть все понимают прекрасно, что вот это всё, это уже оставление воинской части во время военных действий, самостоятельное, незаконное и так далее, и так далее. По любым законам. То, что люди не хотят, это вот типичные вот это вот у меня лапки. Вот у меня лапки. Я подписал, а у меня живот заболел, а я тогда не знал, а там мелкий шрифт, я не прочитал. Безответственность. Это безответственность. Люди безответственно идут по повестке в военкомат. Развёт ответственное поведение. Вы туда зачем? Попёрлись? Да, они все могут сбежать. А вас вот сейчас устраивает? А сейчас нормально? Вот сейчас лучше, чем если бы вы сбежали. Что значит? Ну да, пришла беда. Надо выбирать. Подписали контракт, ах он закончится. Ах я потом заболею. Ах я убегу. Ну вот, пожалуйста. Ну слушайте, надо ли сдаваться в плен? Это решение проблемы. Опять же, я всегда рекламирую. Украинский бот хочу жить. Надо сдаваться в плен или бежать, не ходить на войну. Что тут ходить-то? Чего вы там забыли? Да, сбежавших помогают. Те, кто находит, наверное, силы помочь. Собственно, есть несколько организаций. Главное, идите лесом. Туда можно обращаться. Но весь этот путь, да, вот я сейчас пойду в суд и докажу, что я прав, а они не правы. Ну, даже скучно об этом говорить. Ну, скучно. Вы где-то в какой-то другой стране жили до этого времени. Идите лесом, да, это сбежать. То есть это то, о чём вам говорили с самого начала. Бегите. Бегите. А теперь давайте будем бежать из-под стражей, из-под сроков и так далее, и так далее, и так далее. Самое смешное, конечно, это то, когда сбежавшие, уже получив за это срок, потом берут и записывают уже в колонии, бывая опять на войну. О, ну сколько ж можно, а? Ну, это уже премия Дарвина. Мне ещё, кстати, одна новость понравилась, что там в России дальше проходят выборы или уже прошли, но на них якобы пошли массово так называемые ветераны СВО, новая элита, как говорит Путин. И мы видим совсем другую ситуацию, что везде, где были эти ветераны СВО, ну, их никто не выбрал, никто не хочет выбирать этих так называемых героев. А что с ними не так? На работу их не берут, на выборы нет. Ну, куда теперь идти? За них уже полетела голова. За то, что их не выбрали, а, естественно, любой выбор в России совершенно контролируемый. Это естественно, да, само собой. Разумеется, здесь никакой народного изъявления, тем более это праймери с Единой России были. То есть вообще как-то, ну, всё контролируется. За это уже полетела голова господина Турчака, Андрея Турчака. Он стремительно снят с высшего поста, должностного поста, он возглавлял Совет, Высший Совет Единой России, фактически фюрер, да, фактически. И он отправлен срочно возглавлять республику Алтай. У нас есть два территориальных образования с названием Алтай. Есть Алтайский край, это богатая, богатая, прекрасная территория со столицы в городе Барнаул. Там есть где развернуться. А есть маленькая республика Горный Алтай. Это такая маленькая узкая полоска земли, горная вдоль речки, где недавно сгорела дача у Путина. И там, собственно, ничего нет, кроме Турбас и вот дачи Путина. Там ничего, ни полезных ископаемых, ни сельского хозяйства, ни горных богатительных комбинатов, ни нефти, ни газа, ничего. Там красивая природа, горы и, собственно, всё. И сплав на горных речках. Вот туда он отправлен срочно губернатором. Это чуть далеко от Москвы, Бог знает где. Это совсем-совсем восточный Сибирь. Барнаул недалеко от Новосибирска, 300 километров. А это от Новосибирска тоже примерно 300. Горно-Алтайская столица. Это вот за то, что ни один ветеран не прошёл. Путин же им сказал, что они будут. А вот он не обеспечил новую элиту. И вот мгновенная расправа сразу же, сразу же, белым лебедем. Вон, вон, вон. Сейчас очень интересно, кто будет, конечно, новой главой высшего соединения России. Ну, говорят, что и на работу никто не хочет брать эту новую элиту. Говорят, что вот если ты там инвалид, если ты СВОшник, то пишут эти так называемые ветераны, что не могут они устроиться на работу даже после войны. Ну, так, конечно. Если даже в Госдуме был отклонён законопроект о показании ветеранам СВО бесплатной психотерапевтической, психологической и психиатрической помощи. Зачем они нужны? Нормально это. Пусть уже скорее кого-нибудь грохнут и опять прорваются на войну. Тем более, что у них опыт есть и всё такое. А вот эта вот работа, семья, это нет, это не надо. Это у нас вот есть без вас, кому тут с вашими жёнами заниматься. Найдётся всегда кто-нибудь. И нечего тут. Поэтому, ну, пару ветеранов пройдёт какие-нибудь высшие советы. Пара ветеранов показательно назначат какой-нибудь ЖЭК там руководить. И пара ветеранов будет президиум и дежурным заседать. Ну и, собственно, и всё. Остальные все-вси-вси-вси-вси-вси-вси-назад, все на фронт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok